Приветствую любители Москвы! Продолжаем мы с вами гулять по зеленым уголкам нашего города. Ну и остаемся мы в Медведкове, но если быть точнее в северном Медведкове. Гуляли мы здесь по Яузе. Ну а теперь давайте немножко от Яузы отойдем, то есть отсюда отойдем и придем вот сюда. Вот к этому скверу, он тут хорошо просматривается, такой довольно широкий сквер, хотя и довольно короткий. И находится этот сквер между проездом Шакальского, вот тем самым, где мы гуляли на Яузе, но только вот уже здесь. И соответственно между проездом Шакальского и Полярной улицей. Это район северного Медведкова, соответственно северо-восточный округ Москвы. И вот этот сквер, который вообще раньше имел название сквер имени 50-летия ВЛКСМ. То есть это был всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи. Ну то люди старшего возраста в основном, которые меня смотрят, да, с ними встречаемся вот мы, да. Ну мы знаем, да, это была, эту организацию в общем многие знают. Многие даже в ней состояли, были членами комсомола. Ну слава богу, меня бог миловал. Ну а так в общем наверное многие из вас были. Вот, значит, и имени 50-летия. Почему 50-летие? Да потому что этот сквер тогда же и заложили. Ну то есть надо иметь в виду, что вот эта территория, она стала московской, да, Медведкова, в 3060 году. В 60-м году. Вот, значит, ну а сквер этот, соответственно, был создан, ну получается, в 68-м году. Да, то есть через 8 лет после того, как территория стала московской. Но дело все в том, что, ну скажем так, территория стала официально московской в 60-м году, но не сразу же здесь началось строительство жилых домов, да, и так далее. То есть освоение этой территории, оно началось все-таки немножко попозже. Ну так, как правило, всегда бывает. То есть лет через 5, там через 7. И тут развернулось в Медведкове такое массовое жилищное строительство во второй половине 60-х, в 70-х годах. Ну и тогда же вот вместе с домами жилыми, а строились он пятиэтажки, то есть не те дома, которые мы сейчас видим здесь. То есть эти дома построили уже при Лужкове в основном в 2000-х годах. Там вот эти оранжевые дома, их, как правило, очень много где строили. И вот эти дома 14-17-этажные, их, конечно, построили не в советское время, а построили их не так давно, где-то лет, может, 15 назад, ну так, плюс-минус, да. Вот, а так, в основном, были тут пятиэтажки. Все было застроено пятиэтажками здесь, вот где улица Тихомирова, ну и вот это вот все вокруг, да. Пятиэтажки, Полярная улица, Шакальского отчасти. Ну, на Шакальского девятиэтажек много было, но и отчасти сейчас они остаются еще. Вот, и, соответственно, для того, чтобы людям все-таки было где гулять, да, и решили вот такой заложить сквер. Ну, назвали в честь комсомола. Значит, сейчас этот сквер, он имеет, как бы, двойное название. Ну, с одной стороны, 50-лет комсомола, ну, все-таки, как-то это согласить, довольно смешно. Вот, ну, страны уже то и нет, то и комсомола нет, понятно. Вот, ну, как память о прошлом, да, но в основном и называют Аллеей Мира. Дело в том, что, ну, как бы, в этом сквере прошло обновление в 2005 году. И в это время, скажем так, этот сквер обновили и, ну, как бы, заложили в ней, ну, скажем, новые деревья посадили, да, весь его, как бы, так сказать, благоустроили и делали это школьники, соответственно, но также и ветераны войны. И все это было приурочено к 60-летию победы в Великой Отечественной войне, которая отмечалась как раз тогда, в 2005 году. 60 лет за дня побед. Вот, ну, и как бы, вот, решили назвать эту Аллею Мира, ну, понятно, чтобы не было... Кстати, сейчас слово Мира, оно ругательное считается, вот, как бы, сейчас, так сказать, время войне, наоборот, не миру. Вот, ну, все перевернулось, да, это понятно. Вот, ну, тогда как-то, наоборот, так сказать, да никогда этого не повторится, да не дай бог еще раз и так далее. То есть, тогда все по-другому было. И решили, соответственно, вот, заложить Аллею Мира в 2005 году. И школьники там, да, и ветераны, ну, и вообще, так сказать, в общем-то, разные, так сказать, жители района, да, соседних домов, в общем, вышли. И такое было довольно большое мероприятие. И с тех пор, как бы, это вот считается как Аллея Мира, да, вот это вот пространство. Ну, и вот, значит, видите, храм тут тоже был построен попозже, да. Да, этот храм в 2012 году возник, Битрия Донского, он находится на Полярной улице, как раз вот в начале этого сквера, ну, или в конце, как угодно. Ну, скажем так, на одном из концов начала этого сквера. Тут без разницы, где начало, где конец. В данном случае тут, как бы, не имея значения, это, в общем-то, скажем так, такого понятия здесь нет. Десять лет этому храму сейчас, провозванному храму Дмитрия Донского. Ну, и тоже сделали всякие детские там спортивные площадки, там перголы, и, в общем-то, монумент Павшим тоже вот обновили. Ну, короче, в общем, все то, что мы видим сегодня, такие вот детские спортивные площадки. Ну, и вот, поэтому сквер тоже, в принципе, можно погулять. Он имеет районные значения, конечно, понятно, что по живописности и по красоте его ни в коем случае нельзя сравнить с прогулкой по реке Яузе. Вот, но, с другой стороны, гуляют тут, конечно, в основном жители близлежащих домов, которые тут рядом довольно много, большие жилые кварталы. Но, с другой стороны, в принципе, сквер все равно считается, как бы, именно действительно районное значение имеет. Вот, по своей, как бы, значимости место достаточно известное. И, в принципе, погулять здесь можно, ну, скажем так, можно совместить прогулку по Яузе, а потом просто через проезд Шакальского пройти к этому скверу. Ну, можно по-другому сделать, допустим, да, хотя от метро Медведково и здесь через широкую улицу и полярную дальше вот таким вот образом пройти. Ну, либо проехать, в принципе, автобусы тоже ездят, можно проехать к этому храму. Ну, правда, многие автобусы, они уезжают туда дальше по широкой, там, по-моему, один всего или два поворачивают на полярную. Поэтому, в принципе, может быть, даже имеет смысл пешком пройти, либо выйти здесь на автобусе и дальше. Уже совсем немножко по полярной пешком сюда вот до этого сквера. Вот, так что такая вот история этого сквера. Ну, давайте посмотрим, собственно, сам сквер. Вот это проезд Шакальского. По его сторонам этого сквера проезжие части, то есть машины ездят, безымянные проезды. Вот, собственно, сам сквер, то есть с одной и с другой стороны фобильный. Но движение здесь небольшое, незначительное, поэтому в целом какого-то уж шибка, большого шума здесь нету. Вот, но тут, конечно, всегда есть шумовой фон, поскольку все-таки вокруг довольно плотная городская застройка. Здесь всегда много народу, всегда много народу в этом сквере. Но уж тем более в хорошую погоду, просто чуть не демонстрация. Так что будьте готовы к тому, что здесь вы всегда будете, скажем так, под людским взором. Да, то есть в этом смысле этот сквер, конечно, сильно урбанизированный, и такого, может быть, приятности, удовольствия, какое вы получите при прогулке на реке Яузе, здесь, конечно, такого не будет. Поэтому этот сквер подойдет для тех, кто любит шум, любит, в общем-то, такое многолюдие. Ну, такое, в принципе, обычную суету городской жизни, вот в таком плане. Вот, ну, зато здесь на машинах, непосредственно по самому скверу, на машинах ездить, конечно, нельзя. Но на велосипеде ездят, на самокатах тут катаются. Ну, вот, хотя, конечно, не знаю, что тут интересного кататься, он такой короткий довольно-таки, народу здесь много, поэтому, конечно, тоже. Вот, ну, и здесь вот такая идет центральная, как бы, дорога, да, вот такая вот она, асфальтированная, да, а вокруг нее, от нее отходят вот всякие разные такие, как бы, прилегающие такие тропиночки, разные там со всякими площадками, просто там к жилым домам и так далее, как бы такие отростки, да, ну, вот, например, со всякими скамейками тоже, тоже такие, ну, как бы такие уголочки небольшие, видите, тут скамейка стоит. Кстати, стоит она неплохо, потому что, в отличие от, ну, я имею в виду расположение, оно как раз вот очень такое неплохое, потому что тут можно, допустим, здесь посидеть, если будет, конечно, возможно, бывает так, что скамейки заполнены, но если возможность будет здесь посидеть и вдали от лесского потока, то есть люди будут здесь ходить, а, ну, как бы здесь посидеть довольно-таки спокойно, тем более в тени деревьев. Ну, естественно, на центральной аллее деревьев здесь, как правило, как видим, они есть, но в целом, конечно, здесь разреженное пространство, вот непосредственно, которое ведет центральная аллея. Поэтому здесь вот в... ну, эта вот съемка была уже на закате, больше солнце уже шло к закату, поэтому тени, как кажется, как будто довольно много. Но если в полуденные часы, то здесь будет, конечно, не очень комфортно, потому что прямо самый солнцепек, ну, взгляд назад, например, Шакальского, вот один из таких уголков, вот, ну, и начинаются всякие, видите, детские спортивные площадки, вот так вот все выглядит в перспективе, да, это вид в сторону Полярной улицы, вот на Хлебозавод, на Полярный, слава богу, который еще пока работает. Ну, такая скамейка тоже неплохо, кстати, сделали, такой прием неплохой. Ну, плитка, да, к сожалению, но, во всяком, зато, по крайней мере, кустики. И, видите, сделали не, так сказать, непосредственно, вот, чтобы на людей, а так вот чуть-чуть, как бы, в стороне, да, плитского потока, вот, люди будут идти, и тут чуть-чуть в стороночке сидишь, неплохо. Ну, это вот такие вот всякие стенки, тренажеры вон там же вдали, так что вот можно физкультурой заняться, кому интересно. Ну, это кто-то тут живет рядом, а не он занимается. Ну, это всякие препятствия, такие паркур, паркур называется, в общем-то, тоже можно, ну, для детей тоже в основном, ну, нигде взрослых. Вот, тоже тренажеры, тут они попадаются. Ну, вот можно там погулять, да, то есть, ну, как бы, есть, видите, такие боковые еще, такие, как бы, дорожки, аллеи, это такая центральная, да, такая здоровенная, широкая, а там еще есть и боковые. Во, видите, как она выглядит такой, это довольно хороший кадр. Это тут, видите, просто еще кажется, а что, народу-то почти никого нет, а просто после дождя еще, я ушел, когда был дождь, и поэтому, ну, мне в каком-то смысле повезло, потому что удалось снять много снимков без людей. А так, конечно, это редкий случай, а так, конечно, народ здесь довольно много. Ну, вот прокат велосипедов, самокатов тоже. Вот вид от храма, это со стороны Полярная улица, вот, тоже с другой стороны. Вот здесь можно зайти в сам храм при желании, если тем более люди верующие. Вот храм Дмитрия Донского. Вот хлебозавод как раз, Пеку называется. Вот пока работает, но, так сказать, разговор о закрытии ходит уже довольно давно. Ну, пока вроде держится. Ну, вот такие перголы, видите, такие тут территории, площадки тоже. Вот, можно тут вот пройтись. Ну, конечно, все понятное дело такое искусственное. Конечно, понятно, что не то, что там в своем собственном саду где-нибудь, или там в каком-нибудь хорошем, красивом, настоящем саду. Ну, все-таки, все-таки, ну, что-то более-менее такое оригинальное, в общем-то, есть. Но это для детей. Это площадка тут, что же тут, типа, такого, что такого морского корабля небольшого вот какого, да, и качели такие, которые сейчас тоже распространены. Ну, вот все такое. Так что, вот такие вот дома, они, в основном, 14-17-этажные. Ну, вот, видите, тут тоже такая площадка, это воинский мемориал. Ну, понятно, погибшим в годы Великой Отечественной войны. А это вот здесь такие скульптуры деревянные медведей. Два медведя стоят, вот один, да. Кстати, очень страшный почему-то. Ну, вот Скорбящая Мать, наверное, да, и Мемориал. Ну, еще один. Ну, в общем, два медведя таких деревянных. Ну, так они немножко оживляют, конечно, вот, но страшноватые можно было сделать немножко. И посимпатичнее. Ну, ладно. Да еще к тому же там они немножко расколоты деревья. Ну, такие они какие-то. Ну, дерево треснуло, наверное, из-за этого, поэтому и такой вид. Ну, и так осталось в итоге. Ну, вот еще одна детская площадка. Тут их несколько. По крайней мере, где-то три площадки есть. Вот. Это такой, как бы, идет полукругом. Это специальные сидения, да, такие, как бы, вот. Тоже такая вот модель довольно принята. Вот сидишь там. Правда, не очень под пластиком. Не очень понятно, какой смысл в этом сидении. Особенно в жаркие дни, конечно, не очень комфортно. Но все-таки сидишь так, как бы, вот так вот. Как в кресле сооруде, да, таком. И качаешься, такие качельки, как бы. Вот. Сидишь и качаешься. Ну, вот под такими вот навесами. Ну, вот. Ну, тоже что-то такое оригинальное. Да. Тут же, а тут же можно здесь сидеть. Но здесь сидеть некомфортно, поскольку спинок нет. Такие вот скамейки. Я вообще не знаю, зачем их делают. Они дырявые, к тому же еще и без спины. Вот. Ну, вот такая вот ситуация. Так что вот такой сквер, в принципе, видите. Вроде маленький, но много разных элементов. Так что при желании можно здесь отдохнуть.